Продолжаем программу «Субботник». С вами Алиса Дзиловская, а у нас сегодня в гостях Николай Носков. Что в своё время случилось с Москвой, с коллективом? Как он перестал существовать? Ну, бус-концерт нас разогнал, да и всё. И что началось в вашей карьере, в вашей творческой жизни? Это хождение по мукам. Для того, чтобы тебе сдать программу и поехать на гастроли, тебе нужно, я сейчас точно не помню, где-то процентов 60-70 в твоём репертуаре должны быть песни композиторов, союза композиторов. И в итоге начались вот эти муки. То есть ты выходишь, даёшь программу Росконцерту или Госконцерту, тебя не принимают её. Мне деньги нужны, да, я как бы ни копейки денег нет. Я думаю, ну что делать, иду, вот вечер, да, и какой-то ресторан слышу, там брун-брун-брун-брун-брун, что ты в бряк как-то играет. Я приходил, дожидался, ну так стою, смотрю на них, они отыгрывали, я потом подходил к их начальнику какому-нибудь и говорил, «Ребят, можно гитару? Я вот сейчас в перерыве всё равно же ничего делать, я спою что-нибудь». Они говорят, что там, а кто такой? Я говорю, ну это певец, я певец. Он такой наглый, такой борзый. Я говорю, да ладно, ну что вы, всё равно же отдыхайте. И в то время я писал, вот для того, чтобы в компании не петь блатные песни, ну обычно приходишь в компанию, да, и все знают, что ты поёшь. Коля, спой там, там, а-на-на-на-на-на-на, и все вот это же пели, всю юность поёт, блатные песни были там. И для того, чтобы блатяк не петь, я просто брал поэтов Серебряного века и просто брал, и делал, и писал музыку. И когда приходил... На ходу или всё? На ходу, мог на ходу, на аспор. Выбирали любое стихотворение, и я сразу мог посидеть там минуты, там, две, и всё, и выдать. И вот так и развлекал народ, вот таким способом. Ну, естественно, я брал гитару, начинал петь, и народ там бежал с этими деньгами, там, заказывали ещё, 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 и музыкатура. Конкуренция? Парни-то, которые вступали на место, как они? Не, а я всё, я свалил, мне больше не нужно это было. Всё, я ушёл, опять где-нибудь идёшь по Москве, а вот, бренчат, зашёл, там, дайте гитару, деньги собрал, ушёл. Вас уже заказывать потом начали, а где вот этот парень, который здесь был? А это да, спрашивают, и в одном ресторане товарищ, который, как бы, руководил этим коллективом, он понял, в чём дело. И всё, я сказал так, приходишь ты или не приходишь, 25 рублей в пиджачке вот здесь у тебя всегда будет лежать. Ну, это 80-е годы, вот, в третий, 25 рублей, хорошие деньги. То есть, тебя взяли на работу? Да, капало у меня, а я приходил, когда хотел. Ну, когда свободное время было, там, от репетиции и прочего, там. Вот, так вот ты... А что репетировал? Свои вещи писал. Сам, себе для души. Конечно. Как долго вот этот вот период до Горького парка был? Парк, это 87-й начало. Как произошло? Позвонил мне Стас Намин, сказал, Коль, вот тут вроде как есть такой шанс поехать в Америку, создать группу. Я отказался. Как отказался? Да, я отказался сначала. Я просто знал, что из этого вот до конца ничего хорошего не получится. Как бы не хотел время тратить. Я знал, что я там буду, в Америке. У меня никаких проблем с этим не было. Я настолько уверен в себе с точки зрения вот как музыкант, что у меня вообще никогда не возникало никаких вот вот то-то не получится, это не получится. Я знал, что надо мне работать. Вот работать буду, будет все. Если ты знал, что все, ну, уже так прям запрограммировано, и все ты знал, что не сложится, зачем поехал тогда в конечном итоге? Ну, в конечном итоге все мы слабы, как говорится, когда тебе приводят аргументы, что ты миллионером станешь в твоей песне. Мне кажется, что тебе это не очень трогало. Меня это не трогало, да. Вот меня тронуло то, что появилась возможность написать, да, и спеть на английском языке, и услышанным всем миром наконец-то. Сложно выезжали? Нет, спокойно совершенно. Прям выпустили, было же все. Нет, ну, вызвали. Проверили. Да, ну, они все давно знают. Подстригли? Мы же ехали, у нас не было сопровождающего. По-видимому, искали среди нас стухачка какого-нибудь, который бы там... Тебе предложили поработать? Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Не, мне нет. Тебе было видно, что ты не слабаешься? Они, как правило, фалуют таких разбитных, веселых. Я человек достаточно замкнутый. Я им не нужен. Вы кого-то выбрали из ваших, как ты думаешь? Не знаю, вот этого я не знаю, кто и что, но было, что вот там, чтобы подстукивало. Подстукивало. Ну, просто рассказывали, как у вас дела, а что-то сразу подстукивали. Как группа существует? Как у вас дела? Так, выезжаете вы. Начинается работа. Начинается работа. Ты пишешь. Прекрасно. Пою, все здорово. Сразу же там в топ попадаем, сразу все тусуемся со звездами там. Я помню, когда я пел с банджо, и вдруг смотрю за стеклом вот этой вот студии, стоит шер такая, пальцем вверх такая, орет там что-то вся. Я подошел, когда к ней, она говорит, я говорю, ты что так бурно орала? Она говорит, ты знаешь, я сплю и слышу голос, как будто, говорит, вообще с того времени, 70-е, 60-е. И поет певец, он очень, говорит, был популярен в Америке. Такой у него оригинальный, тембральный, говорит, окрас был. И я, говорит, сплю и слышу его голос. Думаю, что со мной, где я? Я уже еще в реальности, я здесь или я уже на том свете, понимаешь? А то, говорит, когда глаза открыла, слышу, в студии поет человек, это он поет. Я, говорит, вот поэтому она вскочила, подбежала, спросила, кто это? Она говорит, это русский певец. Да быть не может этого, она орала. Как родился Бэнк? Бэнк родился в Москве у меня. Туда вы уже его привезли? А туда уже привез, да. Бэнк родился в Москве. Как ты вот это чувствуешь? Это от души песни или это еще плюс какое-то знание, умение и чутье? Нет, знания есть, конечно, у всех есть. Все, кто занимается музыкой, понятное дело, что должны быть посвященными людьми в профессию. Но то, что касается написания музыки, ну, в этом и прелесть, что нельзя вычислить хит. Что почувствовал мировая, когда известность пришла, когда услышали, когда стали узнавать? Не знаю, я очень так ровненько ко всему отношусь. Не верю. Конечно, радость была огромная, но башку не снесло, никакой звездности в меня не вылетело. Но радость была огромная, конечно, тем более твоя песня, и ты поешь, и на английском. В Америке в этом смысле очень так все достаточно строго, потому что... Там рейтинги безумные, какие-то места сумасшедшие. Нет, нет, там ты можешь петь на английском, но если твой акцент, как говорится, неудобо варим для уха, они тебя не будут воспринимать. Мы записываем там альбом, все это тусуемся, там, ходим, бродим, все это записываем. Потом у нас тур по всем штатам. А что случилось с Парком Горького? Как вот сейчас существует, вот сейчас был юбилей, мы все собирались там, отожглись слегка рок-н-роллу. Ну, был же момент, когда вы развалились? Ну, не развалились, нет, просто я покинул группу, вот, потом маршал ее покинул, а потом вообще началось какое-то. Когда ты оставил группу, ты остался жить там, правильно? Ты же не вернулся сразу? Ну, я, да, я потом познакомился с менеджером группы КИС, они меня пригласили к себе на концерт, он говорит, ну, давай, начинай, пиши музыку, будем потихонечку дергаться в этом направлении. То есть, как бы, ну, это очень тяжело, я не знаю, я, наверное, все-таки без России не могу, это вот не ради пафоса какого-то, и не ради там... В тот дом вдохновения не приходило, да? Ни-ка чего у меня там не рождается. Были глупости тобой какие-то совершенные? Какой-то я там весь вялый, меня все раздражает. Сколько времени вы там провели? Я в 88-й и 91-й. Ну что, ностальгия задушила? Захотел вернуться? Это не ностальгия, я не знаю, вот, не знаю, лично меня, я не могу жить за границей. Ну, там же еще на родине случилось в это время чудо. Нет, у меня дочь родилась. Нет, она еще не родилась, только об этом узнала. Как? До этого 10 лет мы вместе жили, что-то никак не получалось с детьми. Как вы познакомились? А познакомились в этом городе Череповце, я там, когда вот, как я говорил, в ресторане меня там водили туда-сюда. Вот, я увидел девушку танцующую, и все, отпел, подошел к ней, взял за руку, забрал. Она так танцевала, что она из всех прям вот тебе... Она не то, что танцевала. И все, родилась дочь. Я, конечно, в шоке, в радости, в дикой. Мне хочется домой, а сразу выехать невозможно. Отправил документы в Вашингтон, потому как я уже налогоплательщик в Америке, ну, потому что я авторски плачу, там, музыку крутят на радио, там, кто-то вживую исполняет концерты. Я послал запрос в Вашингтон, удивились все просто. За три дня мне пришло сразу разрешение на мультивизу и прочее. И вот, я думаю, ну, что, слетаю сейчас в Москву, тут менеджер КИС ждет. Думаю, все вроде так заладилось нормально, ребенок родился, все хорошо. Думаю, сейчас приеду, все там обустрою, вот, чтобы они жили нормально. И вернусь обратно. Ну, и вот. И остался. И остался. С вами я, Олеся Судзиловская, а у нас сегодня в гостях Николай Носков. Но я тебя люблю, 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 с тобой я вновь хочу, с тобой хочу. Появление чуда по имени Катюша способствовало приходу вдохновения. Тут же написалась песня, ну, правда, на английском языке, там, She's a miracle, то есть она чудо. She's a miracle, all that I want to hold, I need it, what can I do, she's a miracle, love to love to love my world. Узнал страну, скажем? А? Она за это время как-то изменилась? Ну, начало 90-х, здесь бардак был такой. Да вот я говорю, ты вот хотел увидеть березки, как ты говоришь. Какие березки? А тут народ с площадей не сходит, кругом в очереди страшные. За каким-то ребенком кормить же надо, ему творожок делать, чего-то там, представляешь, там очереди огромные. Я стоял на кухне, да, на детском утром. Да, да, просто за кефиром, за молоком покупаешь сразу по этого кефира, там, немерено, тащишь его домой, там, это ужас, эти пеленки, там. Ну, момент, когда вообще ничего есть, я инструменты все продал, там, и все-все-все-все. Почему? Раз приходил вдохновение, ты начал приходить? А, потому что не было, ну, где работать-то я, в ресторан я не мог пойти петь, ну, как после группы «Парк Горького», можешь себе представить. Ну, а что это за история с кепочкой, как ты в машину вечерами садился? Да, ну, это я решил вот бомбить. Все, кепку, шапку, там, все это, одеваю очки, открываю, там, пацан стоит какой-то там на остановке, я говорю, вам куда? Туда-то, я говорю, садитесь, там, стараюсь на него не смотреть вообще вот так. Узнают люди вообще, и все, я денег не беру, я говорю, я просто это уж так, мне по пути, потом раза два, наверное, выехал, потом, боже, как противно. Так и не получилось заработать таким образом? Нет, вообще. Кошмар, бедный Коля. Что ж такое узнавание делает с вами? Да, даже заработать. Вот и слава пришла. Ну, и вот так, а потом все нормально, пошло, пошло, пошло. Пошло, это как? Ситуация такая была, когда я посмотрел, что здесь творится, шоу-бизнеса никакого нет, я думал, ну, как я, что, я буду сейчас писать на русском языке, а кому? Народ занят совсем другим вообще, то есть, а где, куда, в какой телевидении идти, кому это показывать? Вот, и я решил опять записать на английском, записал на английском, как некая демо такое. Отправил, помню, этот демо в Италию, в Данию, еще куда-то. Из Италии сразу пришло уже практически контракт. И я его похоронил спокойно. Почему? Не знаю вообще, зачем я это делал. Ну, вот так получилось, да. Так, из Дании пришел ответ. Из Дании пришел ответ, нужно вам приезжать, там приезжайте. Сейчас, Николай, ваши схемы не понимаю, вы зачем письма-то туда слали, отправляли демо? Да, бог его знает. Ну, смотрю, здесь вообще не возможно. Ну, то есть, для себя, что ли, ну, любят, любят, помнят, помнят, отложим. Пойдем дальше бомбить назад. Не, не знаю, я вот решил, ну, думаю, не буду петь на русском, потому что, ну, кому здесь надо? А потом, когда записал, отправил, подумал, Коля, опять ты вот в те же калоши встаешь. Да не надо, все, занимайся здесь, все. И все это в сторону, похоронил все это и начал все здесь, 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 здесь. На сегодняшний день чувствую себя уверенно, спокойно. У нас есть рубрика, а ты нас поймешь. Это рубрика про многодетные семьи, ты сам из большой семьи. И мы в этой рубрике семьям этим помогаем, по возможности. Я тебе предлагаю посмотреть сюжеты такой семьи. Мы решили в своей жизни, что независимо от трудностей и обстоятельств, в которых мы живем, независимо от квадратных метров, которые у нас есть, у нас будет многодетная семья. Дети помогают. Дети растут, видят, насколько сложно маме. Они понимают это, и они с удовольствием принимают участие. Они очень любят убирать в квартире, они очень любят готовить. Им нравится это делать вместе с мамой, с папой. Андрея и Лариса вместе уже 14 лет. За эти годы в их семье родилось четверо детей. Двое сыновей и две дочери. Кстати, оба наших героя сами воспитывались в многодетных семьях. Для меня большая семья – это в первую очередь веселое, интересное времяпровождение. Я люблю, когда много общения, поэтому для меня немыслимо жить в маленькой семье. Через полгода я забеременела, и у нас родился Димочка. Хотелось просто быть молодыми родителями, чтобы как-то помочь детям в жизни дальше. С настоящими трудностями семья столкнулась при рождении третьего ребенка – сына Влада. Так произошло, что он попал в реанимацию. Это была, наверное, самая сложная ситуация, когда нам пришлось вместе пережить такое событие. Исполнилось три года, все прошло, и сейчас, в принципе, никаких проблем нет. И это, наверное, самая большая радость, когда знать и видеть твоих детей здоровыми. Это, наверное, самое главное. Остальное все приобретается. Родители стараются как можно чаще проводить время с детьми, но и о себе не забывают. У нас есть несколько традиций, семейных правил, которые мы установили для себя, чтобы иметь время вместе. У нас есть отпуска, когда мы едем всей семьей, проводим время с семьей. Есть время, когда мы уезжаем вдвоем в отпуск, без детей, для того, чтобы быть больше вместе. Наша героиня уверена, что каждая женщина должна всегда выглядеть на все сто. Вопреки мнению многих, многодетная мама вполне может выделять время на себя. Это не так сложно сделать прическу, макияж, подобрать красивую одежду и обувь. Мои дети посещают множество кружков и занятий. При этом я сама их туда вожу. Плюс еще выходные всей семьей мы любим выбираться в парк, где так много развлечений. Я предпочитаю носить туфли на высоких каблуках. Поэтому иногда под вечер ноги начинают как будто гудеть, ныть. Особенно эта усталость заметна сейчас, летом, когда такая жаркая погода. Пусть под рукой всегда будет леотон, ведь начальные признаки венозной недостаточности, боль, тяжести, отеки в ногах абсолютно никому не нужны. Леотон помогает вернуть ногам легкость и комфорт. Здоровые и красивые ноги – это так легко. Здорово, что есть леотон. По традиции героям нашей постоянной рубрики мы вручаем подарки. Спасибо программе «Субботник» за планшетник. Это действительно нужный подарок. Мы продолжаем программу «Субботник». С вами я, Олеся Судзиловская. А у нас сегодня в гостях Николай Носков. Ты счастливый? Ну как? Нет, я довольный. Это рядом где-то? Это довольно рядом, да. С поклонниками. Выделяешь им время? Ты общаешься с людьми? Общаюсь, да, в интернете. Ты в интернете. А вот если будет стоять огромное количество людей и попросят сфотографироваться? Да, обязательно общаюсь. Кто в своем большинстве? Какого возраста? Поклонники? Возраст от сюда и до сюда. Я помню один раз на концерте у меня первое отделение акустика такая, а второе рок-н-ролл уже. И вот на акустику смотрю, пришел такой мужчина молодой и девочка у него. Ей, наверное, годика три. Вот он ее посадил на колени вот так вот, на первом ряду я вижу. И она сидит вся такая вот, вот просто аплодирует, кричит что-то. И я ему показываю, ну, типа, ну, какая клевая девчонка. А он говорит, да, вот типа. Чем Катюша радует? То есть это от трех лет и я не знаю там. Чем тебя Катюша радует? Ну, сейчас она что? Она закончила Плехановский институт, академия. И сейчас работает. Знаю, что хвастаться не любишь. Три качества, сейчас у тебя такая возможность есть. Три качества, которые ты в себе обожаешь. Три не наберется точно. Не, воспитание, нормальное воспитание у меня. У меня хорошее такое вот. У меня же староверы, как бы семья такая. Источник староверческий. Поэтому у нас все правильно как-то так было. Я не слышал, чтобы отец ругался, например. Я не слышал, чтобы мать кричала в доме. Коля, закрой глаза. Ну, не подглядывай. Ну-ка, открывай. Ух ты, боже. Вот такой подарок у нас для тебя. Спасибо. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что я тебя обожаю. Спасибо. Я помню, как я призналась любви тебе как-то в коридоре. Как артисту. Сейчас, внимание. Я желаю тебе сохранять твой талант. Невероятный какой-то. Потрясающий. Поцелованный Богом человек, правда. Ну. Будьте счастливы. Вся ваша семья. И вам удачи в вашей программе и тебе. Спасибо большое. В твоем творчестве, чтобы все сложилось как нужно. Спасибо огромное. С вами была программа «Субботник». Я Олеся Судзиловская. А у нас сегодня в гостях был Николай Мисков. Снег, 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 лети с небес, не дай. Ты рядом хочешь быть, я знаю. ты рядом хочешь быть, я знаю. Субботник. Субботник.